юлия глухманюк здравствуйте два года назад мама находила в конце своего огорода в деревне подкопанные в корень картошки гусиные яйца раза два очень сильно пил после этого когда завязал и два месяца не пил внезапно погиб моя тетя в том же селе нашла в своем огороде где удобнее подлезать чужому человеку зарытое гусиное яйцо и теперь переживает как бы чего не случилось думаем в селе колдушка нехорошая есть что делать если обнаружил такую находку как аннулировать зло если это все-таки намеренно было сделано спасибо за ваш труд помочь вам несложно существует определенное слово которое можно произнести 108 раз и любое колдовство которое находится от вас на расстоянии ну полу пол километра в диаметре будет аннулирована но это может быть аннулирована в случае если человек не служит прямо темным силам то есть не призывает астральных существом с определенных астральных существ но я не думаю все таки такие люди бывают то есть они считают себя там дочерью антихриста там женой бабы яги или мужем бабы яги не знаю вообще что с ними происходит их можно условно назвать людьми колдунами вот таких колдунов на них вернуть всю магию которой они поставили просто так нельзя потому что такое колдовство не ним не им возвращается а идет в начале в астральный мир и после чего может вернуться и повлиять на вас с плохой стороны можно ли как-то это убрать мой ответ такой да если вы хотите когда-либо остановить влияние такого колдуна то сделайте так если у вас частный дом то вам необходимо взять нож какой-нибудь нарисовать мелом треугольник представить или сказать пусть колдун появится и воткнуть этот нож прямо посредину и в средине этого треугольника тогда любое если это дома вы делаете то можно внутри в квартире воткнуть нож в раму так чтобы он стоял на протяжении ли торчал из рамы вашей оконной на протяжении ну хотя бы но полутора-двух месяцев и только после этого можно магию возвращать каким образом ее возвращать запомните слова случае если поставил обычный человек или обычный там кто-то пожелал плюнул махнул я не знаю там или магию навел яйцо накатал там шприцы подкинул вольт произвел и так далее убрать это можно произнеся 108 раз определенные слога сегодня хочу вас познакомить с этими слогами они звучат так этот слог тидой дурак необходимо сказать тидой дурак 108 раз таким образом любая магия наведенная на человека ранее наведенная сейчас будет полностью уничтожена и вся магия вернется к тому человеку который на вас эту магию поставил будь то закопанные яйца или еще что либо таким образом это все устраняется аннулируется и осознанно возвращается многократно умноженное тому человеку который это все поставил поэтому если вы в маленькой деревне или где-то в доме потом можете смотреть кто сломал ногу у кого глаз выпал и там кто перестал ходить на сна здрасте андрей андреевич вы говорили что когда просыпаешься утром нужно сначала умыться до начале лицо после чего руки ли в начале руки после чего лицо если вы считаете что на вас кто-то влияет нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку потом в левую это же назад если вы девочка и вечером приходите домой и долго гуляли в короткой юбке то вас могли тоже сглазить после чего на протяжении трех шести или девяти месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле это сыпь от того что вас сглазили убрать несложно перед тем как утром пойдете на унитаз необходимо потерпеть подойти к водичке набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу в левую ладонь брызнуть на правую после чего брызнуть через левое через правое плечо помыть вот так руки и умыть лицо таким образом будет все убрано у меня такой вопрос часто я посыпаюсь 45 утра в туалет потом иду досыпать какой момент умываться после первого или после второго если я иду в 45 утра в туалет то это первые признаки что что-то с организмом не так потому что человек ночью должен спать и что же такое необходимо делать необходимо определить может быть меньше водички пить или может не кушать на ночь или может высокая высокий инсулин или может у вас там высокая глюкоза обратите на это внимание потому что так происходить не должно человек должен засыпать в определенное время и просыпаться утром ночью он должен спать тем не менее если там ку ночью хочется по маленькому сходить это может быть заболеваниями почек если по большому это может быть несварение желудка или несварение не что-то с кишечником дисбактериоз допустим и это все необходимо вот так устранять но тем не менее если вы ночью идете и вам необходимо в туалет то не нужно умываться умываться и вот так мыть лицо руки необходимо перед тем как вы выйдете в люди выйдите в свет выйдите куда то вообще что это такое это знаете как очиститься это как духовное очищение также и с мантрами очень часто происходит и с кодами вот для чего человеку читать мантры или для чего человеку читать коды это знаете как пообщаться с богом это как чистить зубы то есть человеку необходимо прийти в какую-то норму более наверное водухотворенное состояние настроить себя на то чтобы не быть вредным зверем нервным там ли еще кем-то иногда это необходимо со временем когда сознание и чувство привыкает к этому надобности или потребность в том чтобы заниматься ежедневно отпадает и просто живешь вот естественно как нормальный абсолютно нормальный человек то есть нет необходимости утром заниматься читать коды и так далее основная медитация в такой момент эта медитация просто радуй жизни восхищаюсь от того что что прекрасное в жизни происходит когда допустим когда допустим вот я решил допустим прийти в супермаркет и мне говорят сегодня акция вы можете совершенно бесплатно выбрать для себя яблоки и вот там в конце более дешевые яблоки а здесь вначале более там спелые яблоки я думаю куплю-ка я себе более дешевых яблок они красивые подхожу более дешевым яблоком они все гнилые я их набираю целую кучу и говорю то я порежу их с разных сторон а потом их поем так вот если у вас так если есть каждый день гнилую картошку гнилые яблоки или орешки с молью рано или поздно скорее всего чем-нибудь заболеете это проверено если каждый день есть мясо чуть-чуть пропавшие обязательно заболеть и доказательства новый год на новый год все люди и на второй на третий день доедают пищу которая не влазит в холодильник после этого самое большое количество отравлений как раз и происходит после нового года когда люди больше всего обращаются в гастроэнтерологические какие-нибудь клиники потому что у них отравление почему потому что она там бродит все они принимают антисептик после этого доедают там позавчерашнюю пищу которая лежала на столе и целую ночь бродила или там на третий день после чего становится плохо и конечно же после новогодние семинары обычно по здоровью провожу они начинают они называются как избавить себя от токсического отравления что такое дисбактериоз и диспепсия и так далее рассказываю как справиться с бесконечной с бесконечной диареи и так далее ну что ж вернемся к вашей теме что же вам делать мой вам совет на свете существует огромное количество нормальных людей не спасайте человека который выпивает и добровольно вышел на этот путь у вас есть возможность связать свою жизнь с человеком который сам счастлив и рядом с ним вы будете счастливыми вы свежая душа не нужно вам из полумя давать ищите хорошие яблоки для хороших яблок мужчине необходимо только хороший внешний вид одевайте хорошие одевайте одежду чистую одежду следите за собой будьте постриженными состригайте ногти хорошо пахнет пахнет и общайтесь с кем-нибудь обязательно там кому-нибудь назначайте встречи общайтесь в вайбере может быть с кем-то найдите радостную хорошую интересную женщину которая не занимается магией которую не бросил муж из-за пьянства не нужно вы юрий хороший человек каких-либо вот таких вещей связано с энергетически загрязненным пространством и говорит о том что у кого-то в семье появляется тоска внутренняя мой вам совет для того чтобы коды эзотерические шумы эзотерические работали лучше очистите пространство очистите пространство где находитесь как найти элемент загрязнения можно ли использовать какие-либо эзотерические практики да можно использовать ясновидение необходимо представить будто все ваши квартиру вы видите сейчас как будто в ней выключен свет и мысленно пройтись по всей квартире вот где будет светиться этот предмет который светится его необходимо либо энергетически очистить либо выбросить потому что это будет энергетически загрязненный предмет который необходимо убрать в случае если у вас есть возможности есть дар вот такой что вы можете это просматривать как можно очищать я об этом очень подробно рассказываю на первой ступени школы кайлас который вы можете сейчас в данный момент и на следующий год проходить абсолютно бесплатно используя youtube канал или мой канал я рассказываю там об энергетическом очищении пространства рассказываю как сделать так чтобы длина жизни человека определяется волнами времени случае одна из особенностей людей которые долго живут эта особенность в их позитивизме они стараются во всем плохом найти что-то хорошее злюки долго не живут вы обижаетесь знаете когда вы обижаетесь вы стареете быстрее умрете поэтому если у вас есть свекруха которая очень часто обижается знаете ничего страшного она умрет раньше вот так жестоко и ужасно да не нужно обижаться берегите жизнь не нужно злиться берегите жизнь иногда вы обижаетесь на какие-то совершенно ненужные глупые вопросы у меня когда-то была ситуация с близким человеком ну допустим там с мамой и там маме кто-то не так сделал ремонт и она очень обиделась и после этого начала плакать три дня плакал и потом я говорю но и мы все переделали потом я говорю мама зачем тебе это нужно было ты же все это время портила себе судьбу ради тех людей которые для тебя это сделали ты же им ничего сделать не смогла зачем же нужно было так страдать ведь когда мы страдаем мы укорачиваем свои годы и это происходит очень быстро что от того что что-то произошло старайтесь говорит то ничего страшного впереди целая жизнь время расставит все на свои места зачем вы боитесь с этими страхами говорите бог меня создала мой виднее когда я умру когда я буду когда я когда наступит конец поэтому я буду бояться богу виднее он меня создал вы же верите в бога вот пусть он вам помогает я не ученицы но покупала санга я иногда препараты очень хорошо помогает мне и детям но у меня ничего не получается всегда помехи и разочарования почему не знаю видите я могу ответить дело в том что вы даже задавая вопрос не имеете конкретики то есть вы мне пишите у меня ничего не получается ничего не получается в чем то есть у вас не получается готовить или у вас портится белье или у вас в чем не получается не получается зарабатывать не получается чувствовать части какой вопрос то есть это говорит о чем это говорит о том что вы не сосредоточены и вам необходима эзотерика для того чтобы начать сосредотачиваться у многих людей в голове хаос он и в сердце и в голове они не знают ничего хотят ни к чему стремиться не что будет завтра а что будет завтра может создать вера говорить себе скоро будет лучше как из хаоса что-то извлечь можно никак если в хаосе много энергии а вы являетесь источником хаоса а что может привести к тому чтобы у человека хаос закончился необходимо успокоить энергию правда если энергии много и и необходимо успокоить как вы после просыпания не вставайте а лежите еще час закрытыми глазами не шевелять не хватайтесь за телефон пусть ваше сознание ваши чувства успокоится не надо никакие медитации там сидячие делайте медитацию после сна она очень простая ложитесь в любую позу шавасану или там лежа на боку я не знаю там как хотите и не старайтесь быстро думать о чем-то не вскакивайте сразу это ваше культовое духовное время полежите ничего не говорите почешитесь расслабьтесь пусть вас ничего не беспокоит не включайте сразу автоматную очередь своих мозгов пусть мне приятно еще полежу ням 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 чур чур вообще хочу вам дать совет пусть для вас эзотерика является такой некой системой о которой не нужно трубить о которой не нужно заявлять о которой не нужно всем подряд рассказывать о которой не нужно всем доказывать будьте пассивным эзотериком делайте так чтобы особо никто не видел делайте так чтобы там у как правильный профессиональный эзотерик занимается там зашла в туалет а им хрида я на махом ким шрать сваха саху кавача кахом все вышло уже с ритуальной защитой пока никто не видит села перед телевизором он катает надо что-нибудь в рот с куском колбасы вы же целый день ничего не едите а когда близкие уходят нужно отрезать кусок колбасы и они же голодают и вы им эзотерически можете передать чтобы они не голодали съесть место них отрезали кусок колбасы полный рот себе ею набили и начинайте в хорошем настроении жевать и читать матвам ката виха тарса красава не соком к цели к тарса красава не сохо запечатали пространство тихонечко что-то поделали и так далее не нужно пусть это будут тайнами ни один человек который меня знает никогда бы и не подумал что один из самых знаменитых эзотериков на постсоветском пространстве почему я таким себя считаю нашем направлении огромное количество последователей уже на сегодняшний день я недавно смотрел видео свое в 2014 году или в двенадцатом году я там говорю у меня много последователей за два года почти 10000 человек так вот я могу вам сказать что у меня много последователей в 2020 году нас больше миллиона человек нас очень много нас очень много есть люди которые просто слушают они слушают один раз потом проходит время второй раз потом проходит год они меня находят и подписывают а тех которые имеют у себя семинары их очень много спасибо конечно разным там системам складчиков и так далее там огромное количество людей смотрел с тех пор как я ваша ученица моя проблема в отношениях с дочерью с тех пор как она сошлась мужчина родила ему двух девочек меня выгоняют если я к ним приезжаю живем в разных городах и старшую внучку настроили против меня не нужно заморачиваться я сегодня сказал очень хорошие слова время расставит все на свои места ну если вас не принимают то ради любви их можно оставить в покое и тогда не едьте к ним поверьте мне придет время и мозги у них прояснятся они все-таки будут к вам относиться лучше отпустите ситуацию иногда отпустить ситуацию перешагните перелетите ее иногда отпустить ситуацию это самые лучшие самая лучшая возможность помогайте им финансово отправляйте им несмотря ни на что один раз в неделю или в месяц небольшую сумму денег если у вас такая возможность есть нет возможности ну тогда желайте им счастья утром садитесь говорите пусть моему сыну везет жизнь пусть у него работа будет хорошая пусть невестки везет жизни пусть деткам пусть никто из них не болеет пусть уж скоро у них будет любовь пусть они маму свою не забывают вот так делайте а что вы можете сделать а вы в бой настроили надо побороть я всех на стране а потом пишут мне дуйко какашка я тебя ненавижу пишут чтоб ты сдох собака а мне неприятно читать и никому зла не желаю кажется там одна женщина написала буквально вчера позавчера читал одна написала мне там на сайте секты она написала вы что не знаете дуйко это секта вот муж жил со мной теперь наслушался дуйко бросил меня и пошел спасать человечество она ошибается он бросил ее потому что мужчины уходят от женщины почему не знаю у каждого свои завихрения а повод а вот струсил сказать что она ему перестала нравится струсил сказать а повод может быть такой отчет дуйко он лысый ему все сойдет я из-за дуйко все эти обросали за дырку я пойду спасать часа так дойко не рассказывает о спасении человечества почему дуйко ярко заявляется ему вообще все равно пусть весь мир в труху знаете мне все равно не все равно я во двайте я в домике я живу в своем мире он у меня прекрасной я не стремлюсь к огромным деньгам не стремлюсь к маленьким деньги вообще ни к чему не стремлюсь я к стремлюсь обожать свою семью я там утром покушал после этого погладил свою соню после этого за ручки походили вот завтра поедем в магазин там что-нибудь купим за ручки вот так вот сколько лет живем уже куча детей совместных мы за ручки засыпаем за ручки просыпаемся разве это не повод чувствовать себя счастливым человек по мне вообще самое большое счастье жизни это иметь близких которых любишь там вышел в садочек или там где-нибудь не знаю там так много всего книжки можно писать вот я сегодня целый день там что-то писал и допишу и у меня сегодня целый день такая идея допишу и наверное сделаю может такой подарок попробую вам сказать я скажу вот сделаю вам подарок на новый год опубликую там книжку бесплатно потом заколебают будут мне ночью писать где книга ты шайтан где книга я сказала срочно дай книгу тварюка конец будет потом попробуй не дай это же как я когда-то сказал выложу выложу вторую ступень после это писали и что это было а ну-ка бегом выложил 2 ужас какой вот люди зоя зоя бывают же такие какое за триское значение имеет затмение коридор затмений ранее ответил подскажите когда снятся умершие бабушки и дедушки после чего болит часто болею или ссора в семье происходит или детки болеют это сон как предупреждение нет это у вас настрой на то чтобы видеть в этом предупреждение вообще когда у вас частые ссоры или частые болезни это говорит о том что пространство которым вы проживаете энергетически загрязнено для того чтобы этого не было обязательно очищайте пространство маруша марусик спасибо вам за ваш нелегкий труд я ученица и член рт расскажите про слог ах в кодах или что-то на него похожее что значит это слог восторг дает человеку радость нам то бишь нам вот смотрите нам это значит мне вам это значит вам правильно что между ними похоже вот нам это слог привлекающий в жизнь то есть я буду смотреть на мир и говорить нам 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 таким образом буду из мира что-то привлекать а второй слог это слог ах это восхищение то есть если мне восхищает то это смотрите отличающийся ах слог от слога ох ах то что восхищает ох то что разочаровывает правильно то есть если едет дорогая машина я говорю ах какая машина ах какая и не знаю там еще кто-то или что-то собачка или ох какая бабушка или ох какая там понимаете то есть если ох то это не нам а если ах то нам именно поэтому один из таких слогов есть допустим в мантрах часто встречающийся это слог нам ах нам то бишь нам восторг таким образом намах это я получаю восторг от чего пусть жизнь создает для меня восторг почему чтобы хоть на чуть-чуть стать более везучим чтобы хоть на чуть-чуть стать более восторженным завтра кстати будет сангая которое я проведу это сангая номер 62 даже это сангая номер 65 и вот она будет посвящено как раз накоплению и увеличению радости и один из ключевых моментов будет практике работы со слогом ах будем делать витамаряж чем можно рубит и чтоб видно вы ты нюх и смог пись ляковиду дякую нужно купить эмбрио спрей он продается в моей компании в украине и брать им и брызгать себе в левое и в правое ухо два раза в день и точно так же в левую и в правую ноздрю четыре дня и нюх и вкус восстановится татьяна щеглова здрасте если человек осознал что на протяжении жизни зло что он чудовище зачем вы так если человек осознал что он чудовище отворил на протяжении жизни зло был эгоистом и очищает огромное чувство вины перед близкими особенно перед собственным ребенком кто же ему это вы разрушили человека это с как ему теперь жить это как рубик рубик убрали середину и все вокруг этого рассыпется скажите пожалуйста если шанс у такого человека выровнять судьбу очистить карму ребенку ли свою искупить вину получить право на новую счастливую жизнь встать на путь духовного роста заранее огромное спасибо спасибо вам за ответ да да осознание и не повторение ошибок и есть новый виток и новая жизнь для этого человека не нужно считать что там карма ребенок и так далее все будет нормально поэтому можно ли как-то ускорить этот процесс вот такой вопрос можно ускорить каким образом быть примером быть примером благочестия быть примером проявленной доброты быть примером восторженного счастья быть примером радости быть примером для того ребенка или для тех детей которые живут чтобы они брали пример ведь человек или человек он хороший или плохой не из-за того что он хорошо или плохо с кем-то разговаривает я часто вижу хороших политиков которые привели страну к тому чтобы два с половиной долларов в день тратили люди на знаете которые умирают от голода скорее всего не имеют возможности купить себе одежду и они очень хорошо выступают они хорошие люди они добрые люди и так далее но почему же они такие хорошие но дело в том что есть еще один пункт который делает человека хорошим этот пункт который на который очень часто люди не обращают внимание это поступки человек не то что он изменился а отлично нужно теперь изменить поступки если поступки будут хорошими значит человек изменился я знаю миллионы людей которые каются там мы грешные прости господи приходят домой говорят и падла что ты сдохла эти ненавижу и там суп ты подавился вообще я те всю жизнь растила теперь ты не должен или должен я тут за вас молюсь целый день а вы вот такие сволочи и так далее я это вижу они каются и после этого с поступками создают наоборот еще худшие условия для близких не нужно раскаиваться не нужно говорить не нужно убеждать делайте поступки поступки есть то что делает человека без слов хорошим или плохим а вот говорит ой я такой хороший я такой хороший я такой добрый я такой потом детей обижать дома бить их там жену диспотировать там с утра до ночи нервничать орать вот так вот в лицо и плеваться на кого-то издеваться писать письма плохие жаловаться критиковать писк выпускать пар свой постоянно где-то среди людей эти поступки конечно же не достойны мне нравятся очень верующие люди очень часто даже вот смотрите верующие люди допустим какой-нибудь религии там у них сказано о том что верующий человек это человек который должен быть примером верующий человек это тот который не будет критиковать не будет обижать и не будет ненавидеть даже на боль любую будет реагировать с позиция 2 и ты то есть если ударили в одну подставь другую и так далее знаете то есть кем был иисус христос допустим иисус христос был проявлением абсолютной доброты добродетели к людям абсолютного самопожертвования о каком самопожертвования могут говорить руководители религиозных христианских течений которые выступая говорят о ненависти о том что необходимо там там необходимо ругают людей о том что нетерпимость проявляет свою ну что это такое такая религия должна сделать человеком образцом если такие люди конечно они есть несомненно есть образцы религиозных воздвижников христианство есть обычные семьи которые допустим прожили вот в канаде есть семьи русских людей которые во времена большевиков когда большевики и меньшевики начали преследовать религию они в эти времена эмигрировали в канаду и там в канаде живут они до сих пор исповедуют свою религию они примеры благочестия верности следует своей религии вот пусть такая религия будет она вот в таком виде прекрасная она в таком виде идеально и прекрасная там видно радость видно уважение видно любовь видно желание человека для многих что-либо создавать это прекрасно я видел таких людей в египте это люди которые исповедуют ислам и которые в турции видел таких людей которые исповедуют ислам и которые просто показатели благочестия то есть они накормят людей они помогают людям они содержатом детские дома они помогают там покупать препараты в больнице они помогают и дают даже больше если у кого-то там семье или у кого-то там плохо это директорам или владельцы заводов хорошие люди но есть всякое бывает а чё елена что в нас принимает решение мозг или сознание или они разделимы сознание и мозг между собой связаны но они могут быть отдельными друг от друга и мозг и сознание кто принимает решение очень часто чувства влияют и гормоны влияют на принятие решения так вот правильное решение это когда нет чувств и когда нет гормонов поэтому после постели любит он меня или нет не можете не отвечать или после того когда он говорит я тебя обожаю тебя обожаю займи мне денег я могу вам гарантировать что вы займете если мужчина переспал женщиной после этого гладил ее целую ночь утром сказал ты моя любовь и после этого она говорит у меня есть небольшие сбежения 7000 долларов он ей говорит ой ты такая хорошая слушай у меня тут такая идея есть займи мне быстренько на один месяц 3000 долларов и вот она ему занимают деньги а он через месяц ей не отдает и с ней не встречается она говорит ну коля аж когда же ты мне отдашь пусть меня все поле извинят или там костя когда ты мне отдашь деньги а он не берет трубку это печально конечно выглядит все но кто ее обманул ведь она знала что у кости этого нет денег ее обманула морковка и его теплые слова они растопили сердце и вот чувства возникшие нужно там кто нас воспитал так книжки знаете книжки нас так воспитали это неплохо пусть так будет который говорит глав главное прислушиваться к своему сердцу сердце больше всех обманывает уже знаете как ммм обманула всех причем там нужно было слушать свое сердце нужно прислушаться к интуиции к своему сердцу нет надо прислушаться к здравому рассудку и к маме почему с мамой не спали маме никто хорошие слова не говорил поэтому если мама рядом находится с вами то ей надо сказать костя хочет деньги занять мама можно скажу с ума сошла что ли и скажет костя больше к нам не приходи ты смотри какой конь еще не успел предложение сделать уже деньги выкачивает альфан сяка ну ладно продолжим наверно вы слышали о таком феномене как состояние зои до пятьдесят шестом году в самаре тогда куйбышевы вам рассказывала что мой дед служил тогда в конной милиции стоял в оцепенении дома где стояла зоя не допуская туда людей что это было правда это или искусственная фальсификация это искусственная фальсификация как могла девушка танцевать с николаем чудотворцем от аминеть вся система верования и верования очень часто связано с колоссальными элементами фальсификации таким образом власть имущие даже религиозно власть имущие стараются таким образом удержать во своем внимание большую паству для того чтобы в дальнейшем на этом зарабатывать ссоре что я это говорю конечно же сразу же кто-то скажет но они же не могут без денег жить ну да они не могут без денег жить но они же могут не так сильно кутить и быть более скромными согласитесь можно быть более скромными ведь в стране где бабушки получают 2 спал где бабушки тратят две с половиной долларов в день на еду строить такие возвояния стоимостью в миллионы долларов мне кажется это очень не этичные не к не логично по отношению к людям может я что-то неправильно понимаю но все-таки по поводу зои которая окаменела не могу сказать ничего понятия не имею не знаю окаменел возможно но я думаю что случае если человек окаменел то это потеря жизни и это не идет от добра бог создает людей для того чтобы они прожили и пожили радостно до старости вкушая плоды созданной его для них жизни в красоте и радости а в случае если человек жил был здоров радостен и после этого окаменел то наверно все таки это не очень конструктивные силы сделали забрать жизнь обычно говорят что забирают жизнь прекращая жизнь человека это нехорошо аня тут уж а тут уж то вы что тут у сосенку ты в переводе с латыни это вечная жизнь тут уж осенку ты она тут уж она вечная ух ты же хорошая заявка очень рада вам и вашей школе подскажите уже почти три года меня преследуют цифры один один два два три три четыре четыре пять пять вы все перечислили семь семь восемь восемь девять ноль 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 один ноль один пять пять восемь восемь девять девять в забыли 44 44 77 77 73 23 23 77 32 23 55 56 и так далее что это такое это скорее всего предсказание вашей жизни как их можно воспринимать обучаю хотите вас научу случае если у вас идет один один везде и или идут идут на часах 23 90 там 93 то и в цитам в плюсе это все единица допустим 10 получилось это в плюсе все единица то это говорит о том что есть внимание обратить на свое здоровье если двойка что-то добавится если тройка решится какой-то вопрос в бизнесе если четверка какие-то решения будут в семье хорошие если пятерка то это говорит о том что добавятся деньги если шестерка какой-нибудь может появиться скандальчик на который нужно обратить внимание семерка необходимо эгоизм свой немножечко принять потому что и не хвастаться иначе на вас обращают внимание восьмерка говорит о том что прибавится видимо у вас кто-то в семье позвонит кто-то письма получите девятка столкнетесь деспотом десятка это единица девятка это еще и может быть отдых то есть вам нужно расслабиться лечь принять ванну и не уставать со всеми обожаемого дуйко нужно начитывать защитную мантру нет не нужно татьяна питкова подскажите приливки от к вид 19 прививки нужно делать или это просто прививки еще что-то другое я бы не рекомендовал делать прививки от к вид 19 но кто такой я я вас прошу делайте конечно если вы хотите вы что меня сталкиваете лбом с целой системой то есть если я сейчас делайте обязательно вы что делать обязательно прямо идите сейчас делайте вы что еще не делали все должны сделать прививки завтрашнего дня идите все делайте я причем вообще к прививкам есть целые системы это допустим там государственная система решила заработать деньги после этого она же не раздала эти прививки хочет их продать и после этого они выделили из бюджета и должны бюджет положить и тут находится дуйко который начинает трубить каждый не делайте не делайте не делайте он блогер его слушают тысячи людей эти люди не сделают а государство недополучит финансы тогда я перешел границы или перешел дорогу кому а вы меня компрометируете разве можно так поступать с человеком который хорошо относится к людям ай-яй-яй я приобрела семинар быстрое замульство когда мне сказать что я могу помочь своей младшей дочери найти единственный теперь у меня вопрос я могу его пройти для нее да я замужем давно было 37 лет вместе ли она сама должна пройти она может пройти тоже можете ей дать пусть проходит елена пицца ци я пока не разбираюсь во всем но стараюсь все делать правильно в вашей школе но пока не могу купить что-то в этом виновата сама вопрос у меня такой не сейчас делают химотерапию у меня в крови не смогу выздороветь если вы можете ответить хорошо если нет ничего я хочу чтобы вы знали очень помогли вы выздоровеете выздоровеете можете не сомневаться вы не умирать что делать чтобы ребенок ел и пил что нужно и полезно для них расскажите пожалуйста может практика не хочется ребенка заставить огромное спасибо возьмите обыкновенные возьмите обыкновенный гранат высыпьте из него семечки и зашут засушите кожуру сделайте из нее порошок заваривайте как чай одну чайную ложку на стакан воды горячей добавляйте мед поите ребенка после этого он съест у вас все что у вас есть в холодильнике потому что вот такие грейпфрутов и грейпфрутовые а гранатовые корки они очень эффективно влияют на увеличение огня пищеварительного тракта ребенок захочет и поправляться и есть и там такой голод аж будет жанр готовская когда я смотрю фильмы или вижу какие-то ситуации где люди плачут отчасти ли наоборот а наоборот скорее всего смеются и начинается переживать тоже слезы выступают плохо ли это нет это у всех людей так если да как это сдерживать себе эти эмоции зачем фильмы и созданы для того чтобы ревели женщинам плакать нужно и мужчинам в общем то тоже почему это не напрасно почему дети много плачут почему потому что они очищают карму своего рода взрослые могут плакать почему они могут очищать карму рода если вам горько по праву по поводу того что ваш сын пьет или принимает наркотики всякие выплачьте его сложить ручки ручки так и думайте о нем и вот плохо и у него не получается и наркотики принимает и плачьте если вы выплачете то бросит это одна из одна из систем она так работает здравствуйте что дает эзотерическое умение говорить наоборот что дает это талант ничего не дает ничего елена лисна на праздник хочется выпить шампанского также для удачи на будущий год хочется сделать какие-нибудь практики можно ли совместить или лучше нет как это не надо надо конечно надо обязательно на пицца дети мои о мохом игры давайте я сейчас для вас тут мазер писал омаром бандара гуру по массе тихо и подарить всем по 100 долларов и сказать плюсую к 100 долларам много денег много имущества и так далее таким образом сделайте вот такой обряд но как же без хорошего настроения зачем нужен алкоголь алкоголь полезен для хорошего настроения первый день но минус есть какой второй день второй день настроение не очень елена лисна на праздник хочется выпить шампанского правильно делаете раз она создана то можно его пить здравствуйте андрей андрей скажите если ребенку 10 здесь знаете такой тоже вопрос немножко с выворотом возможно вы сейчас задаете этот вопрос а дома муж вас закатировал и вы 10 лет не пьете но слушайте дуйко а теперь мужу скажите мне между прочим дуйко сказал что можно выпить шампанского и у вас начинается а потом не может закончиться так вот можно выпить тем у кого продолжение отсутствует и нельзя пить тем у кого продолжение нет у кого продолжение вернее не заканчивается сейчас начнется а мне дуйко сказал на глава лава 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 папара папа папа я очень хочу дом почему же у меня дома нет потому что если тебе дом дать ты перестанешь работать ты перестанешь много читать ты перестанешь шевелиться а жизни это движение почему мужа нет потому что если дать тебе может то ты перестанешь работать ты перестанешь чего-то добиваться ты станешь круглой большой тетей тюленем и будешь дома лежать пилить этого мужа и а сейчас ты хорошая женщина страдаешь только по поводу мужа а так будет страдать по поводу вообще всего нету у нас есть задолбал не работает чавкает носки бросает дети не умываются в школу ходят а так мы уже нет нет проблем каждый день части все каждый день части есть к чему стремиться что у меня мужа нет зато ты хорошая много работаешь к чему-то стремимся ура дай тебе мужа станешь большой страшный а так ты прекрасная красивая женщина всегда с хорошим настроением так муж появился везде носки бросает везде там вредничает тебя бесит вас бесит каждый день после этого муж появился у вас постоянно такой собой то задолбал то сколько можно не ну выше о нем мечтали оксана ефанова добрый день андрей андреевич подскажите пожалуйста как можно повлиять на сына который на сына может эзотерические чтобы он был перестал быть брать микрозаймы я не понимаю что с ним и для чего это нужно когда разговариваю с ним вроде осознает и обещает что больше не повторится такого но это через короткое время снова повторяется спасибо за ответ человек берет микрозаймы в тот момент когда он не может заработать и здесь нужно к этому с этой позиции и подходить либо дать человеку возможности зарабатывать каким-то образом либо второй вариант как эзотерически повлиять эзотерические только методами выпрашивания я когда-то давал это на первое и старые обновленной ступени это когда человек складывает вот так руки и начинает произносить слова пусть у тебя каждый дверь откроется пусть у тебя там жизни успех появляется пусть у тебя всегда там появляются деньги пусть у тебя будут хорошие знакомые и так далее недооцененный вот такой вот эзотерический метод я его рекомендую использовать всем у кого есть сходная вот такая проблема ну и я думаю что решить такой вопрос можно в вашем случае конечно же будет нелегко но считаю что используя данный метод все-таки у вас может получить если вы ученица школы зачем вы ходите колдунам и ясновидящим зачем вы мне можете сказать зачем что вы у вас же есть старого погадайте себе у вас там есть какие-то методы снять информацию вы нумеролог рассчитайте себя зачем вы пользуетесь информацией какой-то еще объясните мне мне просто вот искренне непонятно непонятно мотивация тех людей которые предсказывают судьбу другим людям занимаются нумерологии могут прочитать себя и после этого свою судьбу или еще что причем успешно и после этого начинают ходить к таким людям что вы хотите у них услышать объясните мне что вы хотите услышать я могу вам сказать что вы можете услышать обычно попадая к такому человеку вы должны знать такой человек ставить на первое место возможность заработать на другом человеке я прав то есть человек который говорит я предскажу вам судьбу какая у него задача заработать на вас каким образом наградить вам что у вас будет все очень плохо и он может решить поставить какую-нибудь проблему или рассказать о какой-нибудь проблемой которую он дальнейшем может решить и обычно это выглядит так это выманивание денег выпрашивание денег даже шантаж даже шантаж с угрозами что тебе ничего не поможет и переход на личности что вот обычно еще и начинают рассказывать вот у меня любовник или вот у меня там сын и начинается все твой муж узнает и там тебе будет плохо твой сын обязательно умрет твой сын где ты не гадай если хочешь гадать то не делай так во первых я хочу вам сказать что ходить к таким людям не нужно второе если вам это нравится и вам приносит это деньги вас не мучает совесть то занимайтесь этим для себя и занимайтесь этим как бизнесом конечно же это делать по поводу светлых сил и темных то человек выбирает для себя сам на какой стадии находиться вот в вашем случае ясновидящий а темных сил почему дело в том что существует ясновидящие тьмы из ясновидящие света это кстати прям сейчас придумал классификации ну вот так вот существует классификация которую я сегодня придумал это ясновидящие от света ясновидящие тьмы и в случае если ясновидящие от света то он сто процентов предсказывает только хорошие события а если от тьмы то только плохие вот как вашем случае он предсказал только плохие события нет чтобы сказать нет ты говори только хорошие и тогда в твоей жизни появится часть атаку это все от тьмы там и тогда вообще тьма заключается в том что человек не видит радости в жизни а если он своей радости не видеть то не может рассмотреть ее и у другого человека поэтому вот такой знаете есть история ее когда-нибудь опубликую представьте себе огромный оперный театр и там идет какая-нибудь опера офелия допустим там вагнера и после чего или аида вагнера и после чего почему вагнера слушайте ну да ладно и идет какая-нибудь опера и вы ну не вы а человек первый раз своей жизни решил посмотреть эту оперу и он настолько удивлен ему настолько приятно его переполняют радость и удовольствие от увиденного и в этот момент он хочет захлопать похлопать в конце этой оперы он хочет похлопать свои ладони то есть пробует это сделать а у него нет рук и нечем хлопать пробует закричать ура арта нет пробует там я не знаю что то сделать и ничего не может сделать но есть только попа и вот он тужится и очень громко на весь зал пукает создавая очень много шума и так далее все начинают возмущаться так и в нашей жизни так и в нашей жизни бывают такие люди которые искренне хотят чувствовать радость искренне хотят проявить свою радость искренне хотят быть даже хорошими искренне но они могут только пукать и никак по-другому потому что их жизнь не научила они родились и где-то они должны поработать над тем чтобы у них появились вот эти задатки верности задатки радости желание видеть что-то прекрасное чтобы вот эти семена они проросли в человеке ну знаете какое большое количество людей нуждаются в том чтобы их наверное сердца проросли в этот окружающий мир знаете чем отличаются люди вот смотрите один человек проснулся один человек проснулся и говорит ой мне так тепло хорошо рядом жена лежит ой какая она красивая после этого встал вот этой свой день сегодняшний описывать после этого вышел там детки каждого из детей поцеловал такие красивые там смотрю на этих детей они красивые смотрю на жену она милая смотрю в окошко но в окошке осень вороны летают знаете жизнь продолжается и я живой живой пошел ванну зубы чистить и зубы есть ура знаете и жировые отложения это говорит о том что все таки если все умрут то я еще проживу одним словом радости много вы представляете мы просто ее должны раскопать в себе и другой вариант проснулся и все очень плохо и штаны не так лежат свет не так горит жена не тем не той стороной повернулась почему она не расчесанная она просыпается и ты чё такая не расчесанная но и не знаю ты вечно не расчесанная и вечно у нас везде все грязно и вот это у нас не так то что у нас уже есть нечего никто не приготовил завтра кто будет завтра готовит я тут потрачу а завтрака нету она ходит и думает ну и придурок ну вот это я за что его полюбила ярко выраженного человека и после этого человека появляется вот он недоумевает знаете там женщин она ложилась и думал какой он милый какой хороший им так благодарна и он домой денежку приносит это же он все для семьи делает и так далее ему ничего не мешает но вот он рожден с тем чтобы утром проснуться и быть врединой так вот многим людям нужно выращивать в себе вот это качество находить хоть немножечко в себе эти ростки радования хоть немножечко находить в себе вот элементы этой радости знаете вот когда-то говорил на родительском собрании у своего ребенка там один из родителей говорит а я вот научил своего ребенка драться и бить всех остальных детей потому что мы должны воспитывать человека быть воином я говорю не ну мы что варяги какие-то или мы живем вообще в каком-то первобытном обществе нам для того чтобы завладеть женщины нужно огромному количеству мужчин зубы выбить слушайте я думаю что мир так устроен он и так может научить всему плохому я говорю а давайте пойдем другим путем и будем наоборот в детях воспитывать культуру и будем из детей делать милосердных добрых и очень хороших людей потому что мир он устроен по принципу выживания и злу этот мир и так любого человека научить зачем нам обучать еще злу давайте обучать прекрасному давайте обучать видению того что человек может хотя бы с собой справиться а так вот он же для себя хороший такой мужчина он встает и все знают что он хороший кстати совет для женщины для мужчин если вы живете с мужчиной или женщины у которых временный заскок не обращайте внимание говорить это мне все равно любит все нормально почему заскоки будут всегда это планеты там влияют и так далее гормоны ударяют все в порядке вообще хочу дать совет если мужчина ругается говорите да любимый как скажешь любимый и все время восхищает какой ты молодец а если женщина возмущается выслушиваете ее но не забывайте перри после этого обязательно подойти и обнять и поцеловать почему потому что если женщина ругается на хочет внимание она хочет объединить всех а если мужчина ругается то он требует чтобы ему все подчинялись хочет подчинением хорошо так и говорить хорошо любимый как скажешь любимый такой сильный ну вот это ты даешь вот так нужно они обижаться я считаю что самое безумное что может придумать человек это без конца обижаться на других людей и без конца дуться я считаю что это люди которых воспитала гитлеровская германия и это фашисты почему нельзя обижаться во первых человек не понимает на что обижается во вторых он забывает что он такое сделал в третьих никто ничего не понимает смысл получается обижаться я считаю что если кто-то кричит просто отворачивайтесь как будто это не с вами происходит после этого считаете раз два три четыре и после сорока говорить ой слушай к ты молодец я так есть чай говорит да ты была неправа говорить да я была неправа все говорит да с тобой даже поругаться нечем как же я люблю когда ты вот такой нервный я вас научу жизни за жизнь итак сегодня у нас появилась идея такая которая называется идея черных и белых магов давайте мы все-таки запомним и так а ну-ка сосредоточьтесь на какой стороне мира вы сейчас находитесь на черной стороне мира или на белой если вы находитесь на белой стороне мира то каждый день себе говорите такие слова от чего в данный момент я могу получать удовольствия одна женщина когда-то мне написала сталин она тебя нету так вымыть тебя расстреляли то есть она со стальным вы меня расстрелял fuck слава богу стали на нет не хотелось бы быть расстреляны я извинился перед ней сказал но извините если вы считаете что сталина на меня нет тогда мне придется жить поэтому вам придется терпеть или все-таки не терпеть но и к чему я это говорю я хочу вам сказать нет на вас африки потому что если человек говорит у меня все плохо ему нужно поехать в зимбабве или в сенегал и тогда он поймет что может быть хуже почему есть такие страны где у людей нет воды нигде мид смыться некуда ходить в туалет в этих людей все очень плохо если мы живем где-то и в общем то у нас есть как там у цоя было и сигареты и там и билеты и так далее то все в общем то не так уж плохо поэтому хочу вот вас заверить если человек приобретает для себя желание видеть в своей жизни хоть какую-то маломальскую радость и воспитывает себе эти желания то в дальнейшем он сто процентов будет очень счастливым человеком нет не так это работает обмануть забрать убить это все не приводит к счастью потому что как сказано было в конфуцианстве в свое время о неком существе который имеет маленькую голову так как она не думает и большое туловище ему всегда мало это как бы прообраз существующей цивилизации я могу вам сказать что хотим мы или нет путь к высокой духовности или путь к духовному становлению человека он все равно должен быть путем в котором человек находит возможность радости то есть микро радости есть обучение этому очень необходимый вариант сразу же пойдут такие люди которые смотрят горит а как нам его научить не нужно учить кого-то начните учить себя так как человек который находится рядом с другим человеком своим примером очень часто показывает и очень часто изменяет того человека который рядом с ним живет дорогие друзья вот это да как там говорил андрей данилка что я гоню да ольга руда здрасте андрей андрей спасибо большое за невероятные скидки пожалуйста у меня вопрос такой мне как адвокату подходят для выигрывания в суде дел в отношении клиентов все практики коды и символы знаки для выигрыша в суде если практике обряды лично для людей у которых судебные тяжбы тогда можно применять для адвоката да спасибо за марафон 2 постепенно мы американские финансовые горки выравниваются ура да на salt здравствуйте подскажите как помочь эзотерийский человеку выйти из затяжной хронической депрессии спасибо вам большое за все если вы хотите помочь человеку это сделать выполняйте вот такие обряды представляйте будто из этого человека идет фонтан в небо как будто из головы прям фонтан воды второй вариант представляете будто в глазах у этого человека две сигареты которые горят тушите эти сигареты третий вариант представляйте будто у этого человека будто вы этого человека вытягивайте из ямы где огонь и засыпаете этот огонь 5 из практик 4 5 ступени поднимайте этому человеку тона шестое найдите или купите мой семинар который называется третья и четвертая ступень шкулы кайлас там я объясняю как тона поднимать или заклинание дуйко и представляя этого человека перед собой ставьте на нем заклинание ли ставьте на нем коды и читайте для него коды для лечения хронической запасе затяжной депрессии какие там есть слова для лечения и депрессии и нервных состояний и так далее это тряфсы к припутав и к исты плова таким образом можно представить человека и читать как мантру тряфсы к исты плова припутал припутал тряфсы к исты плова любовь 8 пола андрей андреевич пожалуйста как и когда надо правильно пить яичную скорлупу и как пользоваться символом безопасности за рулем символ безопасность за рулем прицепите в машине а яичную скорлупу необходимо принимать тем людям у кого есть аутоиммунный тирео дит раз второе поле и и милит или же остеопороз принимать необходимо при любых аутоиммунных заболеваниях желательно такую кожуру или вот такую скорлупу смешивать с изюмом либо с облепихой либо с черникой либо с черной смородины напополам принимать по чайной ложке два раза в день это заметно улучшить иммунитет улучшит общее состояние суставов и костей очень хороший состояние татьяна кустова добрый день андрей андреевич пожалуйста если утром ставить ритуальную защиту как вы учили то сколько по времени она действует целый день и ночь вы никогда не озвучивали сколько она действует она действует день и ночь писали что как и все практики 6 часов действует спасибо за ответ они не правы ритуальная защита если ее поставить сегодня будет действовать целые сутки если на второй день сутки и 10 минут на третий день если человек ставит ритуальную защиту три года подряд то после этого он ее может не делать 10 лет почему три года достаточно чтобы поставить ритуальную защиту и пользоваться ей на 10 или даже больше период времени если человек на протяжении своей жизни больше десяти лет ставит ритуальную защиту и в этот момент у него если эта женщина рождаются дети то ребенок которые рождаются у этой женщины на всю жизнь получает ритуальную защиту которую ставить ему не нужно вот так